Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые! В этом удивительном мире сказок и приключений случаются самые невероятные, самые фантастические события. Сказка начинает. На протяжении тысячелетий армянская армия была одной из самых боеспособных на Ближнем Востоке. Во времена династии Ашакуни армянское войско насчитывало 124 тысячи, из которых 84 тысячи составляли княжеские, а остальные – царские и дворцовые. Во время военных угроз князья объединяли полки на флангах, согласно грамоте. В случае необходимости, по приказу царя или главнокомандующего, помогали тому или иному флангу. Как правило, армяне всегда побеждали не количеством, а мастерством. Самая большая армянская армия была во времена Сардуре II – 355 тысяч воинов. Это было в 751 году до н.э. Основной ударной силой армянского войска были конницы. Позже на первый план вышла кавалерия. Искусство дрессировки коней было доведено почти до совершенства. Конь царя Аргишты прыгал на расстояние 22 локтя, что приблизительно 12 метров. А при Тигране Великом в 68 году до н.э. именно благодаря коннице армянский царь одержал блистательную победу у реки Арацаны, разбив римские легионы Лукулла. После этого поражения Лукулл лишился должности полководца. Конница имела в своем составе тяжелую и легкую кавалерию. Амуниция тяжелой кавалерии прекрасно сочетала в себе броню и гибкость. Лучшим подтверждением тому была битва при Гавгамелах в 331 году до н.э. Левый фланг Александра Македонского был смят армянской конницей, сражавшейся в рядах персов. Армянские всадники ворвались в неприятельский тыл. Но неудачи армии Дарья III в центре и на правом фланге не позволили развить успех. Дарья подался в бега, а Александр последовал за ним, чтобы взять его в плен. Но в самый важный момент Александр получил просьбу о помощи с левого фланга, так как армянские войска начали контратаку и берут их в окружение. Македонскому пришлось прервать преследование и спешить на помощь, отчего он был в ярости. По свидетельствам историков-очевидцев битвы, узнав, что Дарья подался в бега, армянские военные отступали, не поворачиваясь спиной к врагу. Если бы на остальных участках персы не подались паники, то именно этот день мог бы стать для Александра Македонского последним. Вернувшись обратно в 330 году до н.э., армяне провозгласили два независимых армянских государства – Великая и Малая Армения. Далее Александр, как всем известно, продолжил свой путь в Вавилон, в Среднюю Азию, в Индию, где он потерпел поражение и вернулся в Вавилон, в новую столицу Великой Империи Александра. Интересно, что через некоторое время Александр назначил одного из перса по имени Мигран царем Армении. А еще интереснее, что армяне не позволили этому персу даже появиться в Армении, так как они после битвы при Гавгамелах провозгласили независимость, и у них был свой царь Ервант III. В 329 году до н.э. Александр отправляет войско, дабы завоевать золотые рудники Армении, под командованием Меннона. Греческий историк Страбон пишет, что армяне уничтожили эти войска. Александр в первый раз увидел мощь армянского войска в битве при Гавгамелах. Тогда армяне разрушили планы Александра догнать и взять в плен Дарья III. Второй раз он увидел эту мощь, когда армяне разбили войско, гоняющихся за золотом. Причем армяне публично казнили Меннона, что по себе оскорбление в сторону Александра. После этого Александр Македонский до своей смерти в 323 году ни разу и не думал отправить в сторону Армении хоть одного солдата. Мы прощаемся с вами до нашей следующей встречи. До свидания и дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.